Чебоксары В темном страшном лесу есть темные страшные дорожки. Это не детская страшилка, а единственный путь от пункта А до пункта Б для многих жителей Новоюжного района. Чтобы добраться рано утром на работу или вечером домой, приходится идти через Дубовую рощу, которая никак не освещается. О том, почему в роще до сих пор нет фонарей и как планируют исправлять ситуацию прямо сейчас. Солнечным летним днем на аллеях Дубовой рощи в Новоюжном районе еще можно встретить пешеходов. А вот после захода солнца жители района стараются не заходить туда без крайней необходимости. Между тем, эта самая крайняя необходимость есть. К примеру, с улицы Кукшумская попасть на проспект 9-й пятилетки можно только через лес, либо в обход по улице Хузангая. А это лишний километр. Казалось бы, решение проблемы на поверхности установка фонарей. Однако до недавнего времени город не мог этого сделать из-за неурегулированных вопросов между Федеральным лесным фондом и муниципалитетом. Отныне лесные массивы перешли в собственность города. Ранее, естественно, город не мог направить денежные средства на эти цели, потому что это было не целевое расходное средство. То есть направить невозможно средства на те вещи, которые городу не принадлежат ни в его ведомстве. В данный момент, как я уже сказал, вопрос решен. И сейчас есть законные основания на это. И более того, я знаю, сейчас уже администрация занимается по предложению главы города Леонида Ильича и, конечно, при поддержке депутатов, занимается разработкой проекта по благоустройству данной территории и еще нескольких. В этом году, я думаю, что проекты будут закончены. А в следующем году, надеюсь, будут выведены средства на благоустройство данных территорий. После того, как информация появилась в СМИ, горожане забеспокоились. Освещение там появится вместе с новыми домами. Дубам, капец, вырубят как сухостой. Как это и оставалось у рощи, так оно и останется. Я говорю только о том, что сейчас городской муниципалитет имеет полное право заняться его благоустройством. Эти зеленые территории, так сказать, они будут лишены возможности какой-то многоэтажной застройки только для благоустройства, значит, для отдыха и проведения досуга граждан. Что касается жителей улицы Кукшумская, то освещение должно появиться и на местном стадионе, а также прилегающих улицах. Проект в разработке. Об освещении в городе и других актуальных для Чебоксар темах мы продолжим говорить с заместителем председателя Чебоксарского городского собрания депутатов Ириной Клементьевой. Ирина Вселеновна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот сначала про освещение. Насколько я знаю, вы тоже занимаетесь этой темой. Вот какая программа действует в городе? По каким улицам горожанам может быть здесь еще темно ходить? Какие улицы планируется осветить в ближайшее время? Где поставим фонари? Программа освещения, да, она очень актуальна. Город, начиная развиваться где-то в 80-е годы, тем не менее оставил очень много мест, где лампы освещения просто не установлены. И сегодня это центральные улицы и дома, где вообще нет освещения. Кроме того, у нас есть парки и сады, где проходимость людей очень высока, но там нет освещения. Поэтому депутаты городского собрания депутатов приняли решение, что в 2016 году у нас будет в Новоюжном районе сделано освещение в Дубовой роще. На это затрачено 5 миллионов рублей. И тогда у нас не будет так опасно людям проходить через эту Дубовую рощу. Там огромное количество проживающих людей, и для них это будет удобно. Кроме того, в старых дворах у нас нет освещения. Это и улицы Ленинского комсомола, и улицы Герский бульвар, Шумилова улица. То есть очень много мест, где не установлены. И такие программы отдельные для индивидуальных домов тоже приняты. Кроме того, мы сейчас заменяем все электролампочки, но более эффективные, которые затрачивают электропотребление намного меньше, но мощность одни и те же. Потому что у нас эффективные, значит, натриевые лампы. И сейчас предусмотрено поменять в городе 1500 таких лампочек. На это затрачивается 6 миллионов 700 тысяч рублей. Готовится проектно-сметная документация. Просто так освещение не поставить. И проводится общий конкурс, в соответствии с которым проводится уже в течение текущего года установка столбов и электроосвещения. То есть в этом или в следующем году в городе все-таки станет намного светлее? Надеемся завершить эту программу, да. Что касается программы по благоустройству дворов в дворовых территориях. За 5 лет действия программы большую часть, по-моему, 70% дворовых проездов мы отремонтировали. Но вот за эти же 5 лет они опять начали разрушаться. Вот такую информацию дают администрации города. Вот с этим что будем делать? Да, на самом деле так. Сколько бы мы ни ремонтировали, вновь идет объем обращений и наказов граждан, что пришли уже в такое не очень комфортное состояние. Программа поэтому наша по благоустройству дворов не прекращается. Она продолжает жить. Если раньше мы планировали благоустройство дворов делать только малые архитектурные формы, то теперь принято решение устанавливать уже спортивные площадки, дооснащать. Ну и, конечно, главное то, что количество автомашин не увеличивается. В соответствии с чем принимаются определенные решения, когда собственники жилья должны быть согласны, что за счет текущего содержания будут содержаться в безопасном состоянии малоархитектурные формы, спортивные площадки. Ну и, конечно, желание должно быть людей, что будут установлены парковки. Это тоже мнение собственников очень важно. А вот ремонт дворовых территорий дорог, это тоже актуально, потому что сегодня, в этом году именно очень сильно дороги испортились. Я знаю, что проведены конкурсы, но, тем не менее, какие-то поступили жалобы, какие-то неправильно оформлены документы конкурсные. И опять у нас ремонт на один месяц как бы отлагается, пока все это будет приведено с нормами, требующими по федеральному законодательству. И, в общем-то, до конца лета все должно быть приведено в порядок. У нас предусмотрен ремонт магистральных дорог. Естественно, тротуары возле магистральных дорог, они-то очень также подлежат ремонту. У нас город, именно старая часть города, где тротуары, может быть, и не проложены были. И вот все это сформировалось в городской программе на этот год. Как бы тяжело не было, но отремонтировать тротуары и дороги мы должны. Все-таки основная работа начнется в августе, вот сразу после каникул. На что обратите внимание в первую очередь? Какие вопросы начнете решать сразу же? Конечно, вопросов очень много. Во-первых, это вопросы, которые мы сегодня рассматривали на постоянной комиссии совместной. Месте и комиссии по местному самоуправлению, комиссии по социальному развитию и экологии. Это вопросы модернизации столовых в детских садах. Потому что именно детские сады пока не обеспечены новым оборудованием для пищеблоков. Мы сейчас за то, чтобы была такая программа модернизации столовых в детских садах. Ну и, конечно, по оборудованию, по школьным партам. Это тоже большая задача, которую не решить за один год. В течение пяти лет мы такую программу должны осилить. То есть как раз плавно на созыв. Да, будем предлагать такой вопрос, как модернизация классов именно для старшеклассников. Спасибо. Я напоминаю, мы беседовали с заместителем председателя Чебоксарского городского собрания депутатов Ирины Клементьевой. На последнее перед очередными каникулами заседания собрался депутатский корпус. Один из основных вопросов повестки дня – изменения в бюджете столицы Чувашии. Городская казна на 2016 год увеличилась. Пришли дополнительные средства. Бюджет города Чебоксара на 2016 год предполагается увеличить в сумме на 1,083 млрд рублей. В том числе за счет увеличения безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней на 1,21 млрд рублей. За счет увеличения собственных налоговых и неналоговых доходов бюджет увеличивается на 62,2 млн рублей. Безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов пришли на конкретные цели. Вся сумма 1,21 млрд в основном идет на строительство инфраструктуры. У нас сейчас серьезные объекты, такие как Московский мост, строится развязка перекресток Фучика-Айги. Вот эти средства в основном будут направлены на эти цели. Частично у нас еще недостроенные объекты имеются. Это физкультурно-оздоровительные комплексы, еще два комплекса, которые у нас на сегодняшний день в стадии строительства. На сегодняшний день, если говорить по итогам пяти месяцев, по состоянию на 1 июня, у нас движение, исполнение бюджета идет на уровне прошлого года. То есть, учитывая, что ситуация экономики страны не самая лучшая, то мы, в общем-то, ощущаем на сегодняшний день, по крайней мере, нет такого взрослого спада. Эти уточнения в бюджет депутаты поддержали единогласно, а на случай будущих поступлений высказали пожелания. При следующем уточнении бюджета, наша комиссия просит на городское хозяйство выделить, ну, хотя бы как минимум 120-150 миллионов рублей. Почему, объясню. Потому что сейчас, в этом году, нам дороги довольно-таки очень стали плохими. Хотелось бы подремонтировать и улучшить состояние на все 100%. Это первое. Также хотелось бы увеличить финансирование. У нас есть обязательства по парку Амазония, а также две котельные. Бюджет растет, преступность падает. Очередную хорошую новость озвучил начальник управления МВД России по Чебоксарам в рамках отчета за пять месяцев этого года. За это время в Чебоксарах прошло более 150 различных мероприятий, серьезных нарушений, и ЧП на них не допущено. Позитивные факторы – это снижение уровня подростковой преступности на 12%, преступления, совершенных в группе на 29%, а также неработающими гражданами, уменьшилось количество особо тяжких и тяжких преступлений. Улучшилась раскрываемость многих наиболее опасных видов преступлений, прежде всего посягающих на жизнь, здоровье и имущественные интересы наших граждан. Сыграла свою роль программа «Безопасный город». По данным, на 1 июня в Чебоксарах работает более 1900 камер видеонаблюдения. Они помогают не только раскрыть преступления, но и действуют в качестве превентивных мер. Специалисты говорят, там, где установлены камеры, преступлений практически не совершают. После этого заседания депутаты уходят на каникулы. Впрочем, весьма условные. Общественный приемный, как правило, депутатов не закрывается. То есть там будут либо сами депутаты вести приемы, либо помощники. И хотелось бы отметить, что традиционно перед днем города в августе вроде бы и каникулы, но мы собираемся на собрании, где будем чествовать почетного гражданина города Чебоксары. Будет один вопрос рассмотрен, на котором мы должны утвердить кандидатуру. Сейчас администрация города принимает заявки от трудовых коллективов общественных организаций. Чуть больше недели осталось до 8 июля, Дня семьи, любви и верности. Его еще называют Днем Петра и Февронии. Памятник этим святым появится в столице Чувашия. Никаких достоверных сведений о жизни князя Петра и его супруги Февронии нет. Известно о них по произведению повести о Петре и Февронии Муромских, которую составил в 16 веке некто Ермолай, прегрешный по заказу митрополита Макария. Согласно этой повести, князь заболел, вылечила его простолюдина с условием жениться на ней. Петр обещания не сдержал и только после рецидива болезни, которую Феврония умышленно не долечила, состоялась свадьба. Однако с тех пор супруги жили долго и счастливо и умерли в один день. Церковь почитает их за преданность и верность друг другу. Памятники этим святым стоят во многих российских городах. В Чебоксарах его установят напротив Свято-Троицкого мужского монастыря, на пересечении улиц Константина Иванова и Московской набережной. Я думаю, что здесь самое красивое место будет в городе. Петр и Февроний, они воплощение семьи, воплощение верности, воплощение любви, надежды, веры. И мы говорим, что такой памятник он городе нужен. Сама скульптура уже готова, а сейчас идут работы у постамента. Обошелся порядка трех миллионов и еще 10 миллионов на строительно-монтажную работу по выполнению благоустройства. Ну, самый большой дельный вес – это гранит. То есть архитекторы настояли, чтобы это был гранит. Причем гранит, так скажем, по дидуальному заказу, который заказан на сегодняшний момент на Урале. Планируется, что работы завершат до 8 июля. Это была программа «Местное самоуправление». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова